Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 22 выпуск 2 сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля» в Escape from Tarkov. Сегодня в выпуске я хочу попробовать сделать запись немного с другими настройками PostFX, так что буду ждать обратную связь. Пишите, кто заметит разницу, как лучше картинка выглядит в этом выпуске или в предыдущем. Посмотрим, что получится. Женя, Кларк, Константин, Бебрик, Артём, Александр, Эрейч, Логан, Дроид, Техник, Волт и Тимон. Большое спасибо за ваш вклад в копилку и доброе слово. Всем приятного просмотра. Добрая страховочка с лесопилки мне вернулась, так что можно будет её сегодня ещё раз использовать. Пищеблог готов максимального уровня. Здесь можем теперь варить всякие вкусности и водичку, и выпивку даже. Но по большому счёту строил я её для того, чтобы была доступность к строительству других элементов. Ну и плюс бонусы, конечно, тут кое-какие. Готов почти третий уровень лояльности у лыжника. Единственное, тут нужно будет торгануть на 100 тысяч. Проще всего у него купить евро, так как они в любом случае понадобятся. 800, много 700, можно попробовать на 700. Евро мне как раз 101 тысяча с половиной. Бам. Во, и лыжник теперь третьего уровня. Сейчас быстренько всё изучим у него тут. Сегодня выпуск начну также с локации берег. Нужно будет ностальгия квест выполнить для егеря в санатории. Игла за орла найти место крушения двух беспилотников, стараканить с них САС диски и вытащить с локации. Если всё пройдёт гладко, успеем вытащить и останется время, то схожу на лес локацию и буду выполнять путь выживальщика Филин. В ночное время пойду, возьму с собой ПНВ и будем искать диких. Прибор ночного видения, конечно, будем убирать перед стрельбой. И ещё в лесу у меня есть путь выживальщика Торчок. Этот квест тоже нужен будет для егеря. Так что сегодня, если получится, то сделаем целых три квеста для егеря. Но если нет, то ничего страшного. Это так, доп задачи, так сказать. Всё, я готов к берегу. Одеваю жилет Дикого и Балаклаву. На тот случай, если встретятся ЧВК и получится их убить, то они пойдут в копилку по карателю. В общем, всё. С максимальной пользой будем делать, стараться. Идём на берег, пойду. Блин, тут время, смотри, удобное. 7 вечера. Может быть, вечером сходить? Давай, наверное, вечером я всё-таки пойду, посмотрим. Может быть, ещё по фильму постреляем. Там до 9 всего пару часов, а это 10 минут игрового примерно времени. Бронеджилет только застрахуем. Остальное всё у меня уже и так страховано. Так что вперёд. Здесь даже нету никого. Было бы крайне удобно заспавниться на восточной стороне карты. Где-нибудь в районе Чупа-Чупса или что-то в этом духе. Потому что там первый беспилотник. И если будет работать выход, проход между скал, то это будет довольно быстрый рейд. А, вот так вот, да? Вот так вот. Это у меня, получается, выходы на тоннеле. Да, на тоннеле. Блин, пипец. Ну, придётся прогуляться немножко. Тогда ближе к Чупа-Чупсу за первым беспилотником. Папа. Папа. пару тайничков мимо проходить не будем оба на опять мдр опять же в этом же тайнике только другого калибра теперь нам она тут за лэппером находится этот беспилотник так что еще на лэп заглянуть можно будет наверх посмотреть что там в тайнике сейчас как раз с этой стороны пацанчики должны подходить но я никого не встретил так что есть вероятность того что спокойно опять попался рейд это позволит мне сделать в эстри еще и в лазурку заглянуть там по все лазурки шататься мне не обязательно так пару комнат глянуть и вся любовь вроде никого где-то примерно в этом направлении лежит беспилотник недалеко от избы разваленной вот изба а вот беспилотник все я на месте глаз орла под задачу открываем бардак или как его капот забираем сас и все первый есть беспилотник 2 где-то в районе прохода между скал нападем сначала в лазурный восточку можно будет еще заглянуть я наверно по скалам здесь поднимусь воюмпи прям везет на пушки с трех тайников 2 волыны с точку по скалам заберусь можно я думаю нужно будет заглянуть еще в кабинет санитара посмотреть то может быть ледекс можно будет найти не хочется мне тратить на него сейчас он еще и в цене подскочил под подошла основная масса игроков что ли к этому квесту где нужен ледекс с галкой что-то я по моему не там где-то полез до морфия жахнем чтобы веселее было прыгать походу я не в ту степь пошел да а ну да прыгал прыгал а надо было здесь залазить нормально нормально тут с торца забурюсь как раз послушаю что в крыле нет ли санитара со свитой они тут гаситься будут крыле восточном можно попробовать подстроить его он же тоже по квесту нужен так а я фонарик не взял что ли получается я его снял и да не поставил на место молодец блин специально же фонарик хотел взять вечер же выхожу был уверен что там есть фонарик окей не слышу никого будем пробовать восточке нужен кабинет санитара он на первом близко а в западке 303 нужен номер в котором прибывал егерь 303 комната она всегда открыта так что ключи никакие не нужны там только подняться зайти в номер и забрать фотоальбом во о паракорд годнота здорово не вижу никого и не слышу родной казахстанский сервер не перестает радовать ух ты что такое пропитал блин ну ладно если чё в колем в этот раз тоже нет ледокса ну и ладно да место понадобится забираем кофе а если чё можно в принципе и газан скинуть не особо ценная вещица так то вот и с локацией не с пустыми руками возможно выйдем наверно через кишку здесь пробегу опасно рискованно но по моему это безопаснее чем идти через улицу и короче как минимум путь получится более что 303 комната она ближе к центру сюда в мою сторону так что мне перебегать самый выгодный вариант и сразу на третий прошмыгнуть можно а где он тут 306 5 под задача ностальгия выполнен где-то тут а вот же он там не фотоальбом или что там было а нет фотоальбом вроде но все я готов принципе вводить отсюда сейчас надо будет глянуть работает ли проход между скал выход если он работает то вообще сказка бы быстренько все это сделаем там до пла быстро ли его быстро говорю быстро лежит близко темновато конечно без фонарика опа аутомат нашел а можно забрать если вот это скинуть вот и полный мешок укомплектован на дорожку жахнем таблитос вперед и с песнями есть там товарищ товарищ смотрящий что-то есть по моему да вон он почему такой злой а выход не работает между скал у а время уже десятый час как раз значит можно фили надо пилить слушай раз уж я пойду сторону тоннеля надо посмотреть сколько вообще их осталось где он тут чей-то квест вообще егеря же по моему да а вот четверых надо убить один час на камнях помрет одеюсь ну где вы когда вы нужны когда не нужны тут по пять человек сидят так вижу есть все трое осталось значит засчитывается а я магазин где-то потерял не понял а где я перезаряжал нет у меня был еще один магазин это точно вышел из рейда что ли непонятно сложно все сложно нет не вышел из рейда вот она купец еле как нашел о еще один появился тогда будем посмотреть сейчас что тут получится пойду посмотрю грузовик который там справа от меня а надо бакула еще глянуть не забыть а то сейчас как всегда свалю зачем пришел не сделаю подожди 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 куда делся странный какой был пацан и нет пацана ну и ладно сейчас мы отсюда тебя вряд ли увидим да но чуть повыше идти до фикси второй саз забрал все в принципе я готов идти на выход если бы проход между скал сейчас работал то я бы просто вышел бы но так как он не работает и мне придется идти на тоннель то опускать возможность сделать филин я бы не хотел мне можно будет в таком случае если сделаю филина пойти в лес не в ночное а в дневное нормальное время как нормальные люди деки их только не хватало фу блять ну пиздец что то а вот он есть кабанчик зашибись ты не упал а нет наверху ладно бывай и теперь осталось два честно говоря без пост и фиксов игра как то более атмосфер не выглядит что ли стало как то посимпатичнее прям да немножко появилось мыло но зато резкие и острые углы немножко сгладились лично мне приятнее так выглядит игра чё тут пацаны чисто да отказались спавниться когда вы нужны ну ё-моё тогда надо смотреть остановку автобусную если так скудно все по диким то даже не знаю парочку я там найду не найду это придется на остров педали то уже темно у меня фонарика нет в деревне лазить там без фонарика тоже такое себе не создал себе проблемы на остров бежать тоже без фонарика но там хотя бы по силуэтам можно попробовать ориентироваться о есть есть готов еще один ух ты я бы мк забрал у него а мк я куда заберу я никуда я не заберу имели фикси что вы дайте еще одного или фонарик так понятно о бронежилет у меня 36 а у меня страхованный же броник давай поменяем этот вернется тоже четвертого класса нормально нормально слушай ну чё один последний дикий остался я думаю по пути где-нибудь его встречу сейчас через коттеджи еще проскочу послушаю если там санитар правда блин видимость такая себе если вот только строго на запад не бежать а тогда видно еще хоть чё то хотя бы силуэты какие то будет видно погодка опять такая себе ветрище дождик крополит да ладно топливо 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 тебя мы заберем сюда вот так вот чик ё-моё я вообще не вижу ничего даже силуэты так если они прям откровенно на открытые будут кто-нибудь стоять площадке тогда я увижу их ну либо у слышу в крайнем случае а так они если куда зашкирились фиг я их в это вычислю лучше я пойду поищу последнего дикого и вытащу эти квесты ну из-за одного дикого теперь в ночной рейд загружаться тоже не особо то интересно сейчас будет хорошо дорогу видно кстати 27 минут есть да дорогу сейчас точно осмотреть можно будет будем надеяться что там хотя бы один дикарь будет больше не надо по-моему там был кто-то вон он за геликом есть во ништяк нифига shift быстрее добротно добротно вот тебе и ящичек да по-моему больше никого здесь нет вот он лежит блин и у этого смотри интересности есть это выкинем тогда оп ну вот прикольно планировал два квеста сделать а выполнилось три зашибись все я выхожу отлично значит в лес сейчас пойдем тогда в дневное время но это приятно когда идешь делать два квеста выполняется три хороший рейд закрываем филин с убийствами без ночнушки и прочих прелестей закрываем ностальгию передаем ему фотоальбом и он дает щедрую довольно награду планшет для документов мы можем применить для ключей сделаем отдельный планшет для какой-нибудь локации типа таможня ну и ключ от гэс тоже неплохая штука глаз орла передаем два саз диска с бпл и закрываем квест миротворца гуманитарка дает квест но мы его будем совмещать с другим квестом аналогичным там тоже нужен будет шлем оон и бронежилет унтар и по моему он называется миротворческая миссия этот квест так что пока откладываем эту миссию ревизия квест он также дает но по этому квесту мне нужно будет поработать с техникой которая находится на резерве а на резерв я в ближайшее время не планирую ходить я готов идти в лес взял ништяков шесть горячих электродов взял я думаю этого мне хватит чтобы 10 диких перестрах главное не забывать перед убийством выпивать этот горячий электрод будет снайперская в по и будет дополнительная витязь в лес мы уже пойдем в дневное время теперь мне ночью не надо там шататься так что все нормально пушки можно будет страхануть на случай если найдем чё поинтересней больше ничего не нужно страховать буду ориентироваться по спавну где появлюсь оттуда и будем плясать мне просто напросто нужны точки спавна диких где они появляются их надо будет мне осмотреть да и все так 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 это куда меня закинуло не понял это чё перед минным полем спаун это же минное поле по моему передо мной нет или я чё-то путаю мина спереди мина сзади как жить то что то я не понял нифига я куда меня заспавнил то мы так не договаривались старков что придумал то так гору вижу значит я на сотках а все вижу все вот теперь я понял вот здесь я спавнился все да 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 я вспомнил вот она вышка сотовая передо мной о капец заблудился в родненьком лесу родненький в родненьком лесу на своей любимой локации затерялся значит в первую очередь по-хорошему бы по вообще попялиться чё там происходит нет ли бегунков туда-сюда-сюда можно будет под сотовую вышку вон она колонна прапора все правильно тишина на самом деле мне без разницы с чего убивать я с собой болтовку взял только ради того чтобы прокачивать навык владения снайперскими винтовками мне он нужен будет третьего уровня в ближайшее время как минимум вообще я не помню там до какого до седьмого по-моему будет а нет или до шестого блин не вспомнил уже потом надо будет посмотреть в списке по-моему прапор будет просить прокачать снайперские винтовки там до девятого что ли или чё то в этом духе а чё где все то ну короче в ближайшее время мне надо ее качать до третьего потому что при возможности буду стрелять с ВПО блин нет диких ни под вышкой ни на здесь ни на пункте питания что так делать то жратвы конечно тут немерено вот у нас чего ооо две цепочки морфий сачок сейчас накажем а то я не попил но я не стал пить потому что у меня и так энергетика в куче целая да и тем более что в лес иду уже в лесу то точно поесть попить всегда найдешь тут недавно в ПВЕ режиме пробежался стараюсь потихоньку изучить место где тайники здесь в лесу и вот где то здесь за этим валуном вот он в траве теперь я знаю что есть тайничок ух ты хернобор а эти на уши эти защиты эрфреймовские слушай они наверно стоят чего то вот метаболизма покачали и пошли старый затопленный что ли хутор придется пока так действовать 160 ну есть пока время здесь на затопленном сейчас поглядим будет не будет да должны быть если здесь не будет возле речки то тогда ближе к церкви там то должен будет быть хотя бы один то дикий не верю чтоб здесь вообще ни одного дикого не было может быть такого посмотрим есть нет тут и пойдем на коттедж это где где все пацанчики о 83 тофай 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 мне хватит одной минуты прям верты вы мать готов так пошел процесс осталось еще 9 осталось еще 9 а напарничек где твой для в дома в одного что ли сам осел но всю деревню один дикой в этой хотя же есть возможность антиквар папе лица мне пацанчики писали что тут можно чего-нибудь поймать интересного ой никуда забылся просто вот здесь да смотри ящички какие-то bp покушать пострелять 9 19 конечно днем с огнем я сейчас не найду когда они мне нужны горошек пресс ничего такого можно было бы в сумку сходить ну ладно пойдем на коттеджи сходим есть 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 клиентура пошел за остановку это вот там вот он лазит гадя мама он здесь нет 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 не убивай моя башка нормально так встретил нифига он еще один готов а он еще сидит что точно стой стой кого кройся так один там остался еще один внизу здесь нифига пацаны блин вы хоть сказали что вы тут хатерые такие а он еще за этим за горьком стоит и стоит не это никому не говорит куда ты делся тормози 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 да блин попадите сейчас он не зад надерет или кореш его сейчас снизу как поднимется и будет песенка моя спета да да где ты там не пойму что за нафиг а все вижу потерпи потерпи родненький сейчас тур путевка закончилась блин так у меня еще один остался возле машины внизу где раздевалки и один остался на втором коттедже дальнем вот это я здорово подвалил нифига тут толпа их двигается это я уже третьего убил да девять надо было шестерых еще осталось двадцатка а нет я того не убил я убил только двоих здесь что то я придумал а нет правильно нет неправильно семерых осталось я продлеваю эффект продлеваем чё ты где очистка леса закончился квест еще один есть кабанчик попал попал так это был еще один еще двоих получается и пятеро осталось очистка леса 30 диких надо было убить на всей территории этажа церкова это были вот 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 снова не запланировано какой то внебрачный квест выполнен выполнился это радует конечно давай лечиться вот так вот и культяпку пришьем ну в общем и целом неплохо слушай здорово что их тут толпа целая они все здесь оказывается скопились можно будет тогда еще сходить под скалы куда-нибудь да или в сторону мчс поприялиться как раз умнее выход там на забы 16 и бс рф вообще песня наверно что расскажет этот пацанчик где он тут а вот она наш воды стояла кос что там у тебя вот сайга которая мне залепила по затылку спас стальной шлем смотри одной дробинкой все таки пролетела по башке так тут в раздевалке ящик потрошки опадет лутец какой-никакой пожрем чтоб уже до конца рейда точно не париться по поводу энергии один у меня за ларьком на дороге толпа целая а вот с дорогой мне что делать как мне что-то опасен я тут стрелял шумел там могут на скалах сидеть красавцы подглядывать подглядывать цукер ну что цукер ооо еще попить нашлось хотя мне уже попить надо чё добро пропадать аутомат калашникова у него смотри у этого смотри чё то чё то чё то у него в по 366 может быть а у него патроны есть так как мои то кончаются уже россыпи маловато я взял все таки семь патронов всего россыпью осталось да это годится так разгрузка побольше вижу уже по патронам с вам не надо второй а с него патронов и стряхнем чё куда он а у не вытащил почему руки заняты так все россыпи теперь до достаточно у меня и для выпало в том числе лутаться сильно не буду посмотрю только интересные места тут железо кое-какое может компьютерное исполнится под кровати не чудо дай под кровати ничего понял белый брони кстати надо приметить это местечко я уже второй или третий раз здесь замечаю этот триэмбран жилет белый си кока там осталось торчок да опять пять человек еще надо убить если все считать умеет мы пошли под скалы там смотреть там точно из дикие там сидит кто-то видел вон наверху сидит кто-то кто такой а это тень вау блин бой с тенью ну давай смотреть что тут арков мне покажет снайпер на скале однозначно будет но пока торопится энергетик пить не буду может внизу кто еще будет лазить да есть бегунок ой хорош хорош бегите глупцы еще один бежит е-мое да их трое что ли там ого их там трое в натуре прикинь вот это куш сейчас будет если убьем чего где навык прицеливания до второго улучшен есть второй ой хорош хорош все последний остался три тоннчик можно стараканить о десяточка у вас деньги есть пацаны потому что я с собой деньги взял вот если бы у меня не было я бы ходил дик их стрелял его с расчетом то чтобы на идее денег у вас в кармане было бы не рубля у вас я знаю как это работает закон мерфи а с этого даже взять то нечего или тоже прибавли не вон он сука нифига ты где ты где ты а сука я вижу я я я давил давлю на все отъехал ой хорошо что он терпел вот это вот все жил и не помирал а у него картоха потому что хорош чертяка чертяка картоху я брать не буду так молочко тоже годится целых троих осталось двоих всего-навсего сейчас снайпера еще надо будет глянуть я надеюсь что снайпер там есть все бронебойные мои кончились патроны отлично что-то где не бойся не обижу блин мне честно говоря лень отойти чуть подальше а вот он вот он красавец вам и не убил надеюсь попал хотя бы но ее моя как назло до самого выхода не будет ни одного дикого давай выходи еще двоих надо срыв 16 южный выходов 6 штук выходи не хочу еще двоих надо подстрелять все он там зашкерился и присела чаю его теперь фиг выкуришь оттуда надеюсь что на мчс будут пацанчики не затарился фиг не видно нифига хорош маскировка 80 уровня два диких два диких если на мчс не будет то я готов поспорить что на 16 зб за ней там по краю карты точно будут дикари но хотелось бы можно быстрее с этим разобраться квестом по 10 подожди мама а далековато падет падет все без шансов все последний дикий остался бы вот как раз сейчас вот этот на скале который тут ирок был снайпер вот его как раз вы мне сейчас и хватило закрыть квест бежать на выход спокойно ого грызли целый хорош это сунды сунды минута осталась но у меня еще целых два горячих электрода так что нормально один час прям жахну и посмотрю мчс не может быть чтобы на всем мчс всего один дикий лазил или может получать на лутание время тратить не буду хотя смотреть не лутайся успокойся остановись остановись хирургически не буду лутаться самогон не буду лутаться я все правда хватает один всего лишь дикий остался я щас хожу туда-сюда и в срф работает выход ё-моё вот сейчас бы его подстрелить и все и домой счастливые все волки цветы и овцы целы и вот здесь и полный будет мешок лута и пару квестов закрыть но нет же придется искать этого последнего а куда еще на забы 16 это пойти можно этого типа на снайперской к скале там посмотреть хотя бы издалека патронов предостаточно давай глянем гарантии никаких нет что там на забы 16 будут тоже дикие а здесь мы хотя бы наверняка знаем что он торчит на скале она чтоб не час штурман со своими пасунами рога не по отстреливал да не я его даже отсюда не вижу засел где-то по тяжелой но это надо падать падать и смотреть чего где он там покажется когда он там покажется хотя он уже должен был выйти на открытую должен был начать патрулировать скалу свою точно максимально дальнюю поставлю ну нет нет собака пошли на забы 16 иначе я тут буду до вечера тереться за ним охотиться красавчик ты где был когда тебя не было во вот это я понимаю нормальный дикий вышел пораорал даже не стрельнул омер и квазит меня и закрыл рожь хорош о смотри даже у утецкого немножко ворону притаранил коня Всё равно не полная, да? А то можно выкинуть Всё, зашибись Вот теперь можно идти домой Красивый, счастливый Лута Немеренно целый горб накидал Два квеста сделал Блин, для егеря вообще сегодня кучу целую квестов переделал Получается, два сделал на берегу Два же получил Да, два Третий миротворца был И здесь два-четыре квеста за сегодня Куда далёко? Зашибись Всё, и 16 ЗБ работает Ну, блин, вообще сказка-песня Я обожаю вот такие вот моменты Рассказывай Когда ты при жизни докатился Нормально, пятера 54 тысячи рублей Подподнял бабла Лута заметно дела Всё, здесь я и выйду Если тут никто не ковырялся А тут, судя по всему, никто и не ковырялся Ящики закрыты Сейчас мы ещё и Может быть и пушку какую-нибудь вытащим Или нет О, глушила, падёт А чё? Непонятно Всё, тут мы и выходим Ну вообще зашибись Хороший рейд получился, блин О, вообще кайф Круто Завершаем путь охотника Очистка леса 30 диких Настреляли Путь выживальщика торчок Тоже настреляли О, в награду у меня даёт Два уровня метаболизма Ну спасибо, егерь Ты очень добрый ко мне Даёт рыбное место Квест найти в рейде Карты доступа Террогрупп Лапс Одна у меня есть С прошлого выпуска И ещё одну надо будет надыбать И закроем Этот же квест Ништяк, ништяк Путь охотника Злой вахтёр Теперь убить бойцов ЧВК В районе общак на таможне 5 ЧВК надо будет подрезать И, блин, 6 тысяч опыта Всего за такой квест Непростой Ну, капец Путь охотника контролёр Убить бойцов ЧВК Ослеплёнок светошумовой гранатой Двоих надо будет тоже наказать Как-то Давай оружейника 12-го Сделаем ещё Модифицировать необходимо АК-102 В соответствии Страрабоимой спецификации Говорит, собери АК-102 С глушителем Ротор 43 Тактической рукояткой Макпул AFG-OD И тактическим фонарём Zenith 2U Эргономика нужна Выше 50 Прицельная дальность 500 Сумма отдач Меньше 500 Чтобы Место занимал 8 или менее Чек Понял? Сейчас соберём Вот такого красавца Я прикупил В общем, смотри Первое, что нам нужно Это ротор 43 Глушила 556-45 Забираем его Устанавливаем Далее Нам нужен будет фонарик А чтобы фонарик Надо цевьё Поменять цевьё Берём дешманское СЕА Для АК Тут без Каких-то изысков И на него Сразу же Можно цеплять AFG-OD Рукоятка Макпуловская Тактическая Недорогая Кстати Тоже Да и вообще Сборка дешёвая Довольно На неё же будем Ставить 2У Зенит Клещ Вот такой огромный Фонарик Кстати, хороший Мощный фонарик Но выглядит, конечно Громоздко Дальше Меняем для эргономики Пистолетную рукоятку На СО Чёрную Не обязательно Такую Просто я для эргономики Взял 11 Плюс И всё Этого достаточно Больше ничего Делать тут не нужно Играть ли с таким Автоматом Честно говоря Нет Только глушитель Фонарик И пистолет на рукоятке Ещё более-менее Остальное уже Надо менять Закрываю Оружейник 12 Награда Такая себе Но зато Куча целого опыта Подваливает Кое-чё тут продать Можно будет И открывается Оружейник 13 По оружейнику Части 13 Модифицировать Сик MPX Будем Но это уже В следующем выпуске На этом у меня всё Всем спасибо За просмотр За поддержку Пальцы вверх Добрые комментарии И отзывы Делитесь В общем мнением Насчёт того Насколько картинка Изменилась В лучшую или в худшую Сторону Мне нужна обратная связь Короче от вас Всё Всем удачи Спокойных или шумных Рейдов В общем приятной игры Увидимся Услышимся В следующем выпуске До свидания